Всем большой привет! Сегодня сразу три рецепта, как закрыть на зиму зелёные помидоры. Каждый из них хорош по-своему. Выбирайте на свой вкус. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Приятного просмотра! Первый рецепт. Зелёные помидоры в чудо-маринаде. Берём 700 граммов болгарского перца, удаляем из него семена и нарезаем произвольными кусочками. 15 граммов острого перца режем на несколько частей. Ещё нам понадобится 80 граммов чеснока. Пропускаем подготовленные овощи через мясорубку. Дальше нарезаем кружочками полтора килограмма зелёных помидоров. Особо мельчить не нужно. Оптимальная толщина около сантиметра. Помещаем помидоры в миску. Добавляем туда приготовленную заправку. 20 граммов соли. 60 граммов сахара. Перемешиваем. Вливаем 100 миллилитров 9% уксуса. 100 миллилитров подсолнечного масла без запаха. Снова хорошо перемешиваем и даём помидорам постоять полтора-два часа. За это время мешаем их 3-4 раза. Затем раскладываем томаты по чистым сухим банкам. Стараемся уложить их максимально плотно. Из указанного количества продуктов у меня получилось 2 литровые баночки. Маринад также разливаем по банкам. Заполненные доверху банки прикрываем крышками. Ставим в застеленную полотенцем кастрюлю. Заливаем по плечике водой комнатной температуры. И отправляем на умеренный огонь. С момента закипания воды в кастрюле стерилизуем 25-30 минут. После чего банки сразу закручиваем. Переворачиваем вверх дном. И оставляем до полного остывания. Вот и всё. Очень вкусные зелёные помидоры на зиму готовы. Хранить их можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Второй рецепт. Маринованные помидоры дольками. 2 килограмма зелёных помидоров нарезаем крупными дольками. Затем берём чисто вымытую литровую банку. Стерилизовать её не нужно. На дно бросаем 1 лавровый лист, 5 горошин чёрного перца, 3 веточки петрушки, 3 веточки укропа. Разрезаем 2 зубчика чеснока и закладываем подготовленные помидоры. Стараемся заполнить банку как можно плотнее. В процессе наполнения добавляем ещё 1 зубчик чеснока, пару веточек укропа и столько же петрушки. Таким образом заполняем все банки. Из 2 килограммов помидоров получаются 3 литровые баночки. Дальше заливаем наши помидорчики крутым кипятком. Прикрываем крышками и даём постоять 15 минут. Затем воду из банок сливаем в кастрюлю. Даем ей закипеть и повторно заливаем этой водой помидоры. Оставляем их прогреваться ещё минут 15-20, пока банки не станут тёплыми. Снова сливаем воду в кастрюлю и готовим маринад. Чтобы нам его хватило наверняка, на дно вливаем 100 миллилитров кипятка. Дальше добавляем 50 граммов соли, 25 граммов сахара, размешиваем и даём маринаду закипеть. Затем в каждую банку вливаем 15 миллилитров 9% уксуса. Заливаем доверху кипящим маринадом, сразу закатываем и переворачиваем вверх дном. Когда все банки будут закручены, накрываем их чем-то тёплым и даём в таком состоянии полностью остыть. Вот и всё. Очень вкусные маринованные зелёные помидоры на зиму готовы. Хранить их можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Третий рецепт. Очень вкусные фаршированные помидоры. Сначала готовим начинку. Берём по 30 граммов укропа и петрушки и режем их ножом как можно мельче. Затем измельчаем 15 граммов острого перца. А также рубим ножом 50 граммов чеснока. Помещаем все нарезанные продукты в миску. И хорошо перемешиваем. Теперь берём полтора килограмма зелёных помидоров. В каждом томате делаем глубокие крестообразные прорезы. В результате дольки должны хорошо раскрываться, но держаться вместе. Дальше фаршируем все помидоры, приготовленные зелёной массой. Затем раскладываем томаты по чисто вымытым банкам. Стараемся уложить помидоры как можно плотнее. Из указанного количества продуктов у меня получилось 2 банки ёмкостью полтора литра. Теперь готовим маринад. Из расчёта на 1 литр воды берём 45 граммов соли и 95 граммов сахара. После закипания добавляем 100 миллилитров 9% уксуса. Размешиваем, даём маринаду повторно закипеть и сразу заливаем помидоры. Дальше ставим банки в застеленную полотенцем кастрюлю. Заливаем по плечике горячей водой и отправляем на умеренный огонь. Когда вода в кастрюле закипит, засекаем время и стерилизуем ровно 20 минут. Сразу банки закатываем, переворачиваем, укутываем и даём так полностью остыть. Очень вкусная и красивая закуска из зелёных помидоров на зиму готова. Хранить такие помидорчики можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Вот и всё. Зелёные помидоры на зиму в трёх вариантах готовы. Если вам понравились рецепты, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Продолжение следует... Продолжение следует...